Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видите Игорь появился на продаже, но не торопитесь его покупать, сейчас объясню почему. Дело в том, что когда машина появилась на продаже, я увидел вот этот великолепный баннер, я подумал, о, наконец-то Игорь в очередной раз вышел на продажу, буду рекомендовать, потому что машина годная и за 2000 голды почему бы нет. Но нет, ребят, не 2000 голды, а целых 2500, и это существенная прибавка к стоимости, я не понимаю почему. Чем руководствовались ребята, которые формировали ценник на данный набор, я, ну честно, не сильно понимаю. Дело в том, что вот так выглядело предложение на эту же машину, тупо на этот же набор, как видите, те же самые 14 дней према, обвес, камо, x5 на эту машину и открытое все оборудование, и обратите внимание, 2000 золота. И было это буквально недавно. Именно поэтому, друзья мои, я и не говорю о том, чтобы вы прямо сейчас покупали, потому что переплачивать 500 голды, с учетом того, что машина за 2 косаря выходила на продажу в этом наборе 2 раза, ну это, по крайней мере, за последнее время то, что я помню. Но я лично не считаю это, ну, правильной покупкой. Согласитесь, 2500 золота и 2 разница все-таки существенная. Да, для кого-то это 10 дней просмотра рекламы, я имею ввиду просмотра рекламных роликов, за которые дают 10 голды, но все-таки мы не настолько богатые, чтобы им лишними 500 голды разбрасываться. Сам Игорь, машина неплохая, интересная. Я не могу сказать, что это прям лютая имба, но он имбует. Имбует он благодаря тому, что у него есть просто великолепное альфовое орудие, которое действительно круто нагибает, если вы будете грамотно на Игоре отыгрывать. Он имеет урон в целых 460 единиц на своем шестом уровне. Да, у него бешеное время перезарядки в целых 15 секунд и далеко, далеко не самое точное орудие со временем сведения в 4,5 секунды. Это действительно очень некомфортно. Это с учетом того, что у меня установлено оборудование и соответствующая амуниция, да и плюс к тому угол склонения орудия в минус 5. Но в то же время у него есть своя фишка. А его фишка заключается в том, что на голдовых снарядах, если вы не боитесь тратить серебро, а я, допустим, отношусь к тем игрокам, которым лучше потратить больше серебра, но получить удовольствие от боя, вы будете голдовыми снарядами пробивать на целых 25 единиц меньше. Но при этом всем вы будете наносить урона на целых 70 единиц больше. Это действительно очень круто. 530 засовывая в своего соперника, поверьте мне, делает ему крайне сильно неприятно. Вот такой вот ин Игорь и основными недочетами данной машины являются просто огромные размеры, за это его многие игроки в свое время много лет назад называли сараем. И он обладает, я бы сказал, скудной подвижностью по движению вперед. Ну что, поехали, покатаем Игорька, посмотрим, на что он способен на сегодняшний день. Ну что, поехали. Что касается подвижности, как вы видите, он не срывается с места, да и в принципе с его размерами было бы удивительно, если бы он передвигался по-другому. Ну, но стоит отметить, что он довольно маневренный. Вправо, влево очень удобно поворачивать, мансить довольно удобно. Причем мансить, ребят, не для того, чтобы вас не пробили. Мало того, что вы огромных размеров, так вы еще и лютый картон. В лучшем случае вы будете танковать вот этой вот центральной вертикальной частью маски орудия, которая прямо вокруг орудия расположена, а не большим квадратом. Короче говоря, танковать здесь нечем и первое, что вам необходимо делать, это быть максимально, максимально осторожным игроком, потому что в противоположном случае вас будут разбирать и очень быстро. Не едьте никогда на передовую. Дело в том, что Игорь, он очень сильно не любит спешку. Он очень любит игроков аккуратных, спокойных, тех, которые дают ему возможность реализовать свою великолепную альфу. И в таком случае Игорь отблагодарит вас первыми местами в команде по наносимому урону. Сейчас очень, очень дикий фарт, потому что КВ-2 сейчас мог получить от меня в бортину на целых 530 единиц среднего, но прилетело ему куда-то в стык брони. Поэтому, к сожалению, урон не зашел. Что касается точности орудия. Разброс, как вы видите, довольно-таки большой, но что касается точности, то очень часто на дальних расстояниях, особенно без полного сведения данного орудия, снаряды улетают не совсем туда, куда хотелось бы. Это, к сожалению, горькая правда в отношении жизни Игоря в боях, но с другой стороны, этот танк, а точнее данная ПТ, она предназначена для того, чтобы расслабиться, чтобы заехать в бой, спокойно где-нибудь встать, очень-очень далеко от своих соперников, ну и накидывать по ним, пользуясь засветами своих союзников. Для того, чтобы можно было вполне спокойно за 4 выстрела, за целых 6 минут боя, получить целых 2000 единиц урона с абсолютной легкостью, практически не нагибаясь, вы сможете это сделать. Вам нет необходимости, как огорелый, бегать по всей карте и пытаться найти кого-то, в кого закинуть. Да, под конец боя, как сейчас, допустим, сугубо из жадности вы можете дать ногой на педаль газа, но поверьте мне, данная нога не сильно что-либо порешает, потому что, как я уже сказал, машина не отличается. Вот, зараза, подвернул немножко. Эта машина не отличается, как я уже говорил, существенной подвижностью. Что касается результативности Игоря, если вы будете играть аккуратно, то любой бой для вас будет результативен, даже проигрышный. Как я уже сказал, вы будете находиться в топе своей команды по наносимому урону, и вы будете получать массу удовольствия, и когда в каких-нибудь одноклассников, легкие, средние танки или в корму ПТХи будете закидывать довольно-таки существенный урон, пользуясь голдовым снарядом. В данном бою мы нанесли не так уж и много урона, и поверьте мне, Игорь может гораздо больше. Не верите? Перейдите по тем ссылкам, которые я дал в описании, посмотрите, там абсолютно честные обзоры, там никаких нарезок, там просто рандомные бои, которые показывают Игоря. Не то чтобы во всей красе, но показывают его таким, какой он есть на самом деле. Мне Игорь очень сильно нравится, и в свое время я Игоря купил, когда он еще находился в дереве исследования. Да, можно было его тогда купить в любой момент, стоил он гораздо дороже. Сейчас за какие-то 2500 голды его продают в составе набора. Почему за какие-то? Потому что я его покупал существенно дороже, и до сих пор об этом абсолютно не жалею. Но в то же время, с учетом того, что машина очень часто выходит на продажу за 2 косаря золота, 2500 переплачивать я не вижу абсолютно никакого смысла. Покупать или нет, решение исключительно за вами. Мое дело показать танк, ну а в нашем случае ПТ, такой, какая она есть на самом деле. Если вы за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok